В коллектор длиной 130 метров, который находится под землёй, и в открытый коллектор, который чуть меньше подземного, попадают стоки со всей горной местности села Барановка. Строился он давно и в результате того, что был по сути бесхозным, стал проблемой номер один для этого района, особенно в период дождей. Здесь, в связи с тем, что данный коллектор не работал, было постоянное подтопление проезжей части и тротуарной части, высота воды поднималась до метра, соответственно, препятствовала людям в перемещении. Очень серьёзная проблема, накапливалась она достаточно много времени, порядка 10-12 лет, и сегодня мы эту проблему разрешили и впредь не допустим, чтобы она более возникала. Третью неделю специалисты чистят коллектор. Объект достаточно сложный, особенно подземная часть, где приходится работать вручную. За это время уже вывезено 250 кубометров мусора, и теперь грунтовые воды могут проходить свободно. В администрации центрального района заверяют, коллектор имеет хорошую пропускную способность, и даже сильный ливень теперь не проблема. Неучтённый коллектор будет передан на баланс муниципального предприятия «Водосток». А на улице Вишнёвая начался снос незаконных гаражей. Их здесь в районе дома номер 28 около десятка. Узаконить их владельцы не захотели, хотя, напротив, есть гаражный кооператив, к которому можно было бы примкнуть. Теперь по решению суда только снос. Причём сносить хозяева должны сами, но вынужденно территорию приводят в порядок за счёт муниципалитета. Владельцам в любом случае выставят счёт за снос, и он уже будет более внушительным. Люди все реагируют по-разному. В основном не хотят расставаться со своим имуществом. Производим снос мы сами. Но те граждане, которые сознательны, они, конечно, берут свои вещи, убирают из гаражей, производят демонтаж, либо перемещение куда-то, если у кого-то есть дачные участки, к себе домой. Район здесь жилой, и старые гаражи совсем не красят его. Более того, как заброшенные строения даже представляют опасность. Все они построены без оформления права собственности. В целом, в этом году в Центральном районе выявлено 86 таких гаражей, 43 из них уже снесены.